МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Сегодня в выпуске. Шлифуем и в Госдуму. На доработку законопроекта об образовании выделили 7 дней. Противник засуха. Студенты Датского государственного технического университета в одном строю с хлеборобами бьются за спасение урожая. В начале нашего выпуска обзор новостей науки. Астрономы установили, что в системе Кеплер-33 обнаруженные экзопланеты и звезда обращаются в одной плоскости, так же, как это происходит в Солнечной системе. Находку удалось совершить благодаря наблюдениями за пятнами на поверхности, которые подсказали параметры вращения самой звезды. Обнаружение у экзопланет плоских орбит имеет значение для понимания распространенности в галактике систем, подобных нашей. Специалисты французской археологической миссии обнаружили в Египте древнейшую деревянную лодку. Ее возраст составляет порядка 5 тысяч лет. Уникальная находка сделана в районе Абу-Раваш, в нескольких километрах севера от Каира. Ученые предполагают, что лодка была создана в эпоху правления фараона раннего царства Древнего Египта Дэна. Судя по всему, она была предназначена для погребальной церемонии фараона. Ученые выяснили, что по структуре персонажей древний эпос гораздо ближе к реальным социальным сетям, чем к художественной литературе. Исследователи построили социальный граф для нескольких эпических произведений. Оказалось, что связи персонажей эпоса обладают важнейшими чертами топологии реальных связей между людьми, кластеризованностью и небольшим средним расстоянием. Небольшое среднее расстояние в реальных соцсетях нашло свое отражение в гипотезе тесного мира и шести рукопожатий. По результатам анализа авторам удалось установить, что эпосы «Илиада» и «Белогульф» имеют историческую основу. Семь дней на доработку нюансов и я внесу закон в Государственную Думу. Эти слова премьер-министра России Дмитрия Медведева прозвучали в четверг на совещании в правительстве, где обсудили законопроект об образовании. Проект этого закона согласован с тремя десятками ведомств. Некоторые разногласия есть с лишним министерством финансов. Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Ливанов. «Сохранились два разногласия с Минфином России, которые касаются вопроса социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих на селе, компенсации коммунальных расходов и установления гарантий по заработной плате. Она должна быть не ниже средней по экономике в регионе. По моему мнению, эти положения надо в законе сохранить». На совещании Дмитрий Медведев отметил, что реализация норм нового закона потребует дополнительного выделения 16 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2013 году. По его словам, это затраты на увеличение зарплат педагогических работников, повышение стипендий, на перераспределение полномочий в сфере образования. Также премьер отметил, что законопроект должен не только решить проблемы образования, но и стать основой развития человеческого потенциала в стране. Напомним, планируется, что новый документ заменит два базовых закона об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании. Работа над проектом закона началась еще в 2009 году. Первая рабочая версия была размещена на сайте Миноборнауки России в мае 2010 года. С этих пор законопроект об образовании можно считать одним из самых обсуждаемых законов в России. В Москве на территории школы 20-30 прошла масштабная пресс-конференция столичного департамента образования. Тема – контроль за проведением работ по благоустройству в рамках подготовки образовательных учреждений в новом учебном году. В 2012 году запланировано проведение благоустройства территории более тысячи объектов образования. На вопросы журналистов ответили начальники окружных управлений образования, директора школ и представители подрядных организаций. По словам собравшихся, в этом году ожидается более высокое качество работ. Из-за множества случаев непорядочности и недобросовестной работы подрядчиков в прошлом году в этом контроле ужесточен. Создана дополнительная общественная комиссия. В ее состав вошли родители и учителя школ. В этом устройстве среди наших родителей очень много специалистов грамотных, которые готовы и помогают нам в осуществлении этого контроля. Но все-таки, конечно, самую важную роль играет специализированный, профессиональный контроль на наших объектах, который осуществляет Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Еженедельные проверяющие комиссии на объектах иногда выявляют недочеты, которые устраняются в кратчайший срок. Также проводится проверка и тех учебных заведений, которые не включены в список благоустройства. Замечания, которые мы выявляем, они, к сожалению, характерны как для дворов жилого фонда, так и для образовательных учреждений, потому что подходы к благоустройству везде одни и те же. Подрядчики часто нарушают технологию установки бортового камня, не всегда соблюдают технологию при подготовке оснований подустройства спортивных и детских площадок. То есть, называя вещи своими именами, они пытаются сэкономить на толщинах слоев и площадях. Сдача объектов начнется с 1 августа. Принимать будут по всей строгости. На этот раз подрядчик получит деньги только после сделанной работы и только после того, как директор поставит свою подпись. В этом году, наверное, тоже впервые руководство департамента было принято решение до начала момента работ делать обязательно фотофиксацию. Это не маловажный, а очень важный момент. Для того, чтобы мы могли показать, что было и что сейчас мы увидим, что сделано. Много сейчас идет исков, которые являются руководителем учреждений, непосредственно руководителем учреждения школы. На эти суды обязательно присутствуют эти суда представители дирекции, потому что заказчикам по данным работам вступают дирекции. Благоустройство школ «Новой Москвы» запланировано на 2013 год. Конечно, заявки подают многие, но предпочтение отдается тем объектам, где действительно есть проблемы. После пресс-конференции журналистов пригласили в школу номер 1241, где как раз полным ходом идут ремонтные работы, чтобы они лично смогли убедиться в масштабе и качестве благоустройства. Продолжение нашего выпуска – обзор новостей высшей школы страны. В Российский государственный гуманитарный университет зачислен студента-робота. ВУЗ выставил тендер на приобретение робота «Алдебаран» французской фирмы-производителя. Пластиковый человечек, рост которого 58 сантиметров, обладает искусственным интеллектом и имитирует поведение человека. Гуманоид с легкостью ориентируется в пространстве, распознает лица и человеческую речь, может читать газеты и книги. Как пояснили в университете, в марте этого года в Альма-Матер был создан учебно-научный центр интеллектуальной робототехники. А с сентября здесь будут обучаться студенты. Будущие ученые станут экспериментировать с гуманоидом, ставить перед ним различные задачи и смотреть, как он их выполняет при помощи логических рассуждений. Студенты Томского государственного университета разработали проект полиэтиленовой упаковки для молока со специальным индикатором, определяющим степень его свежести. Проект был поддержан на экспертной сессии молодежного форума «Томский коллайдер» и уже нашел потенциальных инвесторов. Проект трехслойной полимерной пленки для упаковки молока с индикаторными свойствами сейчас находится на стадии научной разработки. В Тульском государственном университете состоялась встреча мэра города Евгения Авилова и молодых тульских бизнесменов. Молодые люди рассказали о своих успехах и попросили помощи в реализации программы «Ты предприниматель». Программа направлена на создание благоприятных условий для бизнеса среди молодежи. За 70 дней ее действия уже поступило 3400 заявок на участие. Из них останется всего лишь 400. Итогом же программы должно стать создание 50 новых фирм. В этом году ряд российских регионов поразила засуха. Явление отмечено в 16 регионах нашей страны. Сложные погодные условия поставили под угрозу урожай хлеба на юге России. Студенты Донского государственного технического университета в одном строю с хлеборобами бьются за спасение урожая. Изнуряющее палящее солнце, пыль столбом, постоянный шум комбайна – задачи, которые надо выполнять качественно и в сжатые сроки. Это вам не под сплетами томится от безделья. Действительно реальная практика для самых реальных парней. Уже второй месяц студенты-добровольцы из ДГТУ живут и работают комбайнерами в хозяйствах Ростовской и близлежащих областей. Буквально день-два назад я делал объезд, встречался с руководителями хозяйств Сальского района. Я услышал самые хорошие, самые положительные отзывы о работе наших студентов. В хозяйстве у нас работают студенты на уборке урожая зерновых, принимают участие в уборке наравне с нашими механизаторами. Работа кипит по 9 часов в день. Условия те же самые, что и для обычных комбайнеров. Никаких поблажек. Студенты работают вместе с нами, нормальные пацаны, вырабатывают так же, как и мы. В мехотрядах прежде всего отлаживается работа в коллективе, реализуются все теоретические знания и навыки, воспитывается сила воли и формируется мужской характер. Результатами совместного труда довольны все, и коллективы хозяйств, и сами мехотрядовцы. А вот и результаты работы наших студентов. Убранные поля, зерно засыпанное в закрома родины, которое потом превратится в аппетитные булки, которые потом поступят в столовые нашего университета. Мир науки, образования и культуры бесконечен. А наш выпуск, к сожалению, нет. До встречи. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова